Всем привет! С вами Виола. Наверное, многие из вас уже догадались из названия видео, о чем пойдет речь, что за анонс вас ожидает. И таки да, вы не ошиблись, вы совершенно правы. Дело в том, что Мигри Банханом вернулась из очередной своей поездки в Индию и привезла просто совершенно невероятные украшения. Некоторые из них я с огромным удовольствием просто приобрела себе. Но скажу сразу, покажу не все. Так, постепенно буду вас шокировать. В буквальном смысле этого слова. Начать я хочу с подарков. Мигри Банханом уже традиционно балует нас подарками. И вот подарок Марьяши, вот в таком вот мешочке, стилизованном, очень приятном. И это вот такой вот комплектик. Ой, не прошу прощения. А, кстати, что я хотела сказать, что сегодняшнее видео, я фоном для сегодняшнего, вернее, видео, послужит тоже шелковый платок индийского производства. В общем, скажем так, я подготовилась. Вот такая прелесть. Это подарок Марьяши. Вот такой великолепный, сладкий, просто невероятный комплектик. Здесь у нас идут аметисты, как вы сами видите. У них такая огранка суперская. Колечко, конечно, мышке велико, но я решила, что это кольцо я не буду откладывать в долгий ящик. Я просто отнесу его Мураду, чтобы он мне его подрезал и заточил концы, обработал. И кольцо станет уже регулируемым. И Марьяшка будет его вот так вот носить и, в общем, в нем щеголять. Так что вот такой подарок. Мири Баханум, огромное, огромное, преогромное вам спасибо. Вы знаете, я вам уже, в общем, все сказала, но я не устану вас благодарить за ваше внимание, за вашу заботу, за то, что вы делаете нам такие подарки. Не только мне, но и Марьяш. Огромное вам спасибо. В переводе это означает, чтобы Бог воздал как бы по сердцу человека, по делам его, скажем так. Ну, если так уже переводить. Так, вот такая у нас тут прелесть. Дальше я покажу свой подарок. Но прежде чем я это сделаю, я хочу напомнить вам вот об этом комплекте моем. Вы все, наверное, его видели. Это гематит. И это комплект, который я увидела внезапно, как я уже говорила. Хотя он был у нас, но как-то я его не замечала. Но, видимо, на тот момент не пришло еще его время. Ну, время пришло, он попался мне на глаза. Руки у меня, видите, я их все мажу, мажу. Кстати, Мегрибанхану привезла мне какой-то чудодейственный крем. Так что, в общем, я думаю, что результат не заставит себя ждать. Ну вот, напоминаю вот вам об этом своем комплекте в форме бута. У нас говорят бута. И сейчас мой подарок. У меня вот такой вот бархатный мешочек. Сейчас давайте я наведу резкость. Тоже вот такая вот прелесть. С такими вот затяжечками. С такой тесьмой. И что мне привезла Мегрибанхана. Давайте я сначала положу здесь красиво так свой мешочек. Так, секунду. Люблю я, когда все так вот покрасивше. Да. Ой, девочки, посмотрите, что у меня в подарок. Браслет. Девочки, точно такой браслет с гематитами. Невероятный просто. Я так рада, я вам передать не могу. Вы представляете? Вот Мегрибанханум как меня побаловала. Ай да. Машалла, машалла. Эчки, асинги, ази дай, асинь. Не сглазить. Ой. Ага. По-моему, уже процесс начинается. И вот, посмотрите, теперь у меня вот такой вот полный комплект. Это гематиты. Кулона, вы скажете, не хватает. Девочки, я кулонам совершенно равнодушна. Мне как-то абсолютно без разницы. Я вас уверяю, что кулон так бы у меня и лежал. А это то, что я буду носить с огромнейшим удовольствием. Сейчас я вам покажу колечко свое с гематитом. Вот такой совершенно простой ободочек гематитовый. Я ношу его дома. И когда, допустим, не надо там никуда на выход там особо, да, ну, здесь по периметру, грубо говоря, я это кольцо не снимаю. И я вам скажу, что опять-таки, машалла, но оно работает. Гематит все-таки на давление влияет, и это здорово. Вот. Так что, представляете, вот такой вот у меня подарок. Роскошный просто. Ай, да. Ну вот что тут скажешь, да? Уже слов не осталось, клянусь. Эмоций не осталось, потому что, ну, действительно, это настолько приятно, да. Вы знаете, одно дело привозят подарок тебе. Ну, любой подарок, он дорог, дорого, внимание. А совершенно другое, когда именно привозят не просто так, а бы что, да, ну, не то, что а бы что, а подарок, а именно думают о тебе и привозят то, что, ну, дополнение к чему-то, это, ну, я не знаю, дорогого стоит. Я какая-то стала в последнее время совершенно косноязычная. Как-то я неправильно это все положила. Вот. И, девочки, вот теперь у меня вот такая вот прелесть. Причем полная прелесть, полнейшая. Я хочу, чтобы браслет было видно, а ему почему-то не так видно, как мне хочется. Сейчас, кажется, будет полдня на это здесь укладывать. Ну, да, вот такая вот у меня есть. Это, как ее? Не знаю. Пунктик у меня есть такой. Так. Это наши подарки. А теперь я вам покажу свои приобретения. Ой. С чего начать? Начну вот с такого кольца. Это у нас кабошон хрусталя. Никого не удивишь кабошонами хрусталя в наше время. Но посмотрите, как оно сделано. Они не просто так, эту вот серебряную пластину сюда, как бы, да, наклеили, скажем так. Они озаботились тем, что они просто еще вырезали как-то, ну, для него, для вот этого серебряного такого... Господи, для серебряной такой накладки они вырезали этот хрусталь. Видите? Все-таки, кто бы что ни говорил, товарищи, ручная работа – это ручная работа. Я не знаю. У нас в салоне, вы представляете, да, весь салон – это украшения ручной работы, это авторские работы. Ну, возможно, кому-то они покажутся примитивными в сравнении с какими-то, да, но в любом случае это авторские работы, товарищи. И это уже, знаете, ну, я извиняюсь, это бесспорно. Можно, конечно, делать какие-то фантазийные оплетки, там еще что-то, естественно, да, авторы разные задумки, разные фантазии, разная, но, тем не менее, здесь тоже, как бы, знаете, фантазия. Мало того, что фантазия, так еще же надо, я говорю, это заморочиться, вырезать. Ой, извиняюсь, боже мой. И вот так вот это вот посадить туда серебряную такую красоту. Причем, вы видите, да, что серебро здесь не просто, а с элементами чеканки. Ну, красиво. Очень красиво. Причем, посмотрите, какая у него массивная шинка. Вот такое колечко, не шуточное. Мне понравилось именно вот решение с этой серебряной, скажем так, ой, заплаткой назовем ее. Так, девочки, следующий хваст. И, да, возможно, вы сейчас, кажется, совсем уже виола. Не знаю. Но турмалинов, я считаю, много не бывает. И вот такой комплект с арбузным турмалином, но уже в огранке. И посмотрите, какая прелесть. Вот кабошон, он обалденно смотрится. Да, у меня вот есть комплект с кабошоном, буквально я его показывала в аутфитах. А это абсолютно другая история. Вот один и тот же камень, но насколько они звучат по-разному с огранкой и без сравнения. Я не достала его кабошоном, хотя, может быть, даже и сделать. Ну, нет, давайте уже продолжим видео. В принципе, речь не о кабошонах, а о моих новых приобретениях, девочки. Я вам передать не могу, насколько это невероятно красиво и как это все играет. Ну, в общем, сами видите, надеюсь, можете оценить, как это выглядит вне камеры. Вот камера показывает достаточно такой четкий переход цветов, да, вот эту границу. Вне камеры она настолько размыта, настолько это все плавно друг в друга переходит, зеленый вот этот вот такой малиновый красивый оттенок, что я передать не могу. На камере все это выглядит намного резче, но это не так. Бесподобный просто комплект, бесподобный. Ну, что мне сказать. Все перед вами. Так, следующая моя покупка, и это тоже нечто уму непостижимое. Почему, я вам сейчас объясню. В принципе, ну, возможно, вы сами поймете, но я хочу все-таки сказать пару слов об этом украшении. И вот, девочки, это вот такой сатуар. Так, сейчас нам надо навести резкость. Во всю длину я его показать не смогу. Очень он длинный. Я совершенно спокойно могу его два раза надеть на шею. Но вот просто в таком свободном полете он смотрится без... Ну, невероятно. И о чем я хотела сказать, что об огранке камней самоцветов мы еще поговорим тоже с вами. Но эта шпинель, вот эта вот черная шпинель, она малюсенькая. Она просто, ну, знаете, такая вот мылипусечка совсем. И какие надо иметь глаза, какое надо иметь зрение, которого в самое ближайшее время, я думаю, мастер, ну, не то чтобы лишается, конечно, совсем. Но он его сажает конкретно, потому что нанизывать вот такие невероятно крохотные вот эти вот бисеринки черной шпинели. Девочки, это бисер. Я вам скажу, что бисер есть намного крупнее. Это вот, знаете, совсем такой крохотулечный бисер. На камере, скорее всего, это, ну, я не знаю, как вам просто объяснить, насколько это миниатюрные такие вот ограненные шпинелечки. И как вот это все сделано. А самое интересное, так плотно нанизано это друг с дружкой рядышком, да, что даже невозможно понять, на что это нанизано. Но это нечто невероятное. Я не знаю, как мне показать вам это. Подождите секунду сейчас. По камням я попытаюсь вам сказать. Здесь у нас цитрины, лимонные топазы, здесь есть принит, здесь есть аметист и, ну, черная шпинель. И, боже мой, это настолько красиво. Это бесподобно. Девочки, сразу, ну, как бы я понимаю, что будут вопросы по этому украшению в любом случае. И я вынуждена вас огорчить, что такого нет. Вот эти два сатуара были всего лишь. Мири Банханум один привезла себе. И один имела счастье приобрести я. Вот только не надо, пожалуйста, что виола, ты себе покупаешь все самое лучшее. Я вас уверяю, что у нас нет украшений лучше или украшений хуже. У нас есть украшения просто на вкус того или иного человека. Касаемо моего вкуса, вот я вам говорю, отвечаю, что я бы забрала все и просто ушла. Но, увы, увы, понимаете, да, реально, что это невозможно никоим образом. Поэтому приходится из лучшего выбирать просто что-то одно. Не самое лучшее, а просто одно или два или три. Потому что, повторюсь еще раз, наши украшения не делятся на какие-то призовые места. Да, у нас призовое место одно для всех украшений, девочки. Поэтому, и потом, вот тоже есть такая тенденция, да, когда что-то у меня кто-то видит, так нравится. Потом, если вдруг получается повтор, то уже как бы никому и не надо, не очень-то и хотелось. Ну, вот это тоже такое, знаете, очень распространенное, я не знаю, распространенное нечто. Я вне камеры просто смотрю на это чудо. Ну, девочки, так что вот так. Да, я пользуюсь своим служебным положением. Шучу, конечно. Ну, в общем. Следом я вам покажу, ой, мама дорогая, покажу вам браслет, который просто... Это настолько невероятное нечто, да. Теперь у меня практически в главных моих хотелках. Вот я просто буду молить Вселенную о том, чтобы она мне... Ну, не то, чтобы в следующую поездку Мегрибаханом. Конечно, если это окажется так, я буду просто счастлива. Но хотя бы через или как-то... Так, секунду, Марияша что-то хочет, секунду. Так, я снова с вами, пока там с Марияшей что-то выяснили. Я как раз, ну, постаралась покрасивше, скажем так, разложить этот сатуар. Да, и остановилась я на том, что... В общем, теперь у меня есть Вселенная конкретная просьба впереди, ну, всех остальных моих просьб. Я их как-то чуть-чуть сдвинула на время. И, девочки, давайте от слов к делу я покажу вам вот такой браслет. Вы скажете, что это красивее видали. Ну, возможно, я не спорю. Жаль, я не могу показать его на просвет. Единственное, что я могу сказать, девочки, что это иолит. И вы не представляете, какой он невероятно красивый. Я как-нибудь, когда буду снимать видео в дневное время суток, я вам покажу его на просвет. Это нечто невероятное. Вот он кажется таким плотным, таким, знаете, каким-то совсем тёмным, невзрачным. Но это не так. Это просто чудесный браслет с невероятным качественным иолитом, просто безумным совершенно. И когда я его увидела, я потеряла голову, признаюсь. В принципе, все украшения, они достойнейшие. Но иолит – это для меня такое новое открытие, как я уже говорила. То кольцо я вам показывала. На самом деле, да, вот взгляд не цепляет, да, вроде бы, но оно меня просто позвало. Вот тогда. И сейчас вот, ну, то, что я приобрела бусы, ну, бусы как, в общем, ожерелье с иолитами, да, и вот этот браслет, ну, и как же я теперь хочу вот такой комплект в огранке, я вам передать не могу. Как мне хочется его. И я очень надеюсь, что Вселенная меня услышит. Ну, спасибо ей огромное, она всегда меня тоже балует. И у меня будет. Девочки, вот смотрите, вот я вот так пальцем провожу. Он вот именно, знаете, вот он такого очень интересного всё-таки цвета. На него смотришь, вот он вроде бы синий, да, на камере, даже такой совсем тёмно-синий. А на просвет он какой-то, ну, безумный совершенно. Там где-то есть и фиолетовинка такая вот проскальзывает. И мне нравится вот то, что он внутри, вот именно такой кисельный, такой вязкий какой-то на просвет. Ну, камень волшебный, очень, очень впечатляет он меня, не знаю. Так что вот такой браслет с огранённым иолитом у меня теперь есть, чему я рада невероятно. Ой, и последних вас на сегодня. Тоже, знаете, это просто, ну, сами понимаете, да? Ну, как вот сказать, что я оставила сладенькое напоследок? Ну, не скажешь ведь? Я думаю, что нет. Глядя на всё это великолепие, тем не менее, девочки, кольцо, которое я вам сейчас покажу, это мультисапфиры. Это вот такие мультисапфиры в огранке, в чёрном роде. Грамулечка здесь вот по золоту идёт, буквально по краешку. Видите, он весь вот такой вот чёрный. И вот здесь вот так мазнулись, так золотом просто. И вот, вот-вот-вот какое, мамочки. Ну, вы понимаете, да, мои чувства, эмоции, которые я испытываю от такой безумной совершенно красоты. Я не знаю. Интересно, есть на свете человек, которому бы это кольцо не понравилось? Наверное, есть. Наверное, есть. Наверное, не один даже. Ну, опять-таки. И этот браслет смотрится с ним прекрасно. И вот сейчас вы видите, какая разница, да? Синева сапфира и вот какой иолит. Абсолютно разные оттенки. Абсолютно совершенно. И это даже без просвета, когда на просвет, так вообще. Но смотрятся вместе прекрасно. В принципе, вместе я их. И планирую носить. Само собой. Задумка такая. И я сейчас вам покажу, как это вот так вот. Ой, девочки, не знаю, куда свою руку уместить. Вот, давайте вот так покажу. Боже мой. Да, стекляшками это точно не назовешь. Что я вам хочу сказать. Хочу я вам сказать следующее. Что? Конечно же, в субботу вас ждет совершенно безумное видео с невероятными украшениями. Готовьтесь. А также я вам скажу, что попозже, сейчас уже у нас время, когда Марьяша уснет, я сниму еще одно видео об одном единственном украшении. Но оно абсолютно просто имеет на это право. И вы сами увидите. И там тоже, я думаю, что кое-чем я вас смогу удивить. И самим украшением, и еще кое-каким анонсом, скажем так. Ну, сами все увидите. Видео выйдет сегодня, но попозже. Когда у меня Марьяшик уснет сладким сном, а я буду предоставлена самой себе. Так что, девочки, увидите все сами, услышите все сами. И разочарованное вы точно не будете. Это я вам могу гарантировать совершенно стопроцентно. Аж сама вздыхаю. Вот так. На этом я пока с вами прощаюсь. Увидимся... Ой, увидимся... Попозже. А с вами была я, Виола. И я желаю, желаю, желаю вам всем всего только самого-самого доброго. Берегите себя и своих близких. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok